Какие камни наиболее подходят для инвестиций в будущем и какие камни являются наиболее излюбленными для инвесторов на данный момент? Неоднократно об этом упоминалось в ваших различных видео, но разрозненно. Нет возможности составить картину полностью. Так, смотрите, давайте начнем с того, какие камни не рекомендуются для инвестиций. Я держу руку на пульсе и вижу, с какой скоростью идут камни какие-то вверх, какие-то падают вниз, какие-то на месте стоят. Значит, белые бриллианты, зеленые изумруды, обычные, не аномальные, а обычные изумруды и синие сафиры, если это не цвет какой-то экстра люкс или размер. То есть мы сейчас говорим про стандартное производство, скажем так, почти серийное. Не рекомендуется для инвестиций. Почему? Потому что, например, бриллиантов с каждым годом добывают, разведывают белых именно, белых. Это важно. Все больше, больше и больше. Например, недавно в Африке в какой-то стране нашли месторождение, где белых бриллиантов больше, чем во всем мире вместе взятым. И бриллианты с огромной скоростью падают в цене. Если вы хотите гарантированно потерять деньги, купите белый бриллиант. Вы потеряете на моменте покупки сразу. Вот если его за 10 тысяч купили, вы его в тот же день уже сможете продать, ну, тысяч только за 7-8. То есть это прямо гарантия, гарантированная потеря денег. Но опять же, если это какой-то бриллиант огроменный, вот токенный, да, которых всего 3 в мире нашли, ну, да, это инвестиции. Но я думаю, что мы не про такие. Это сотни миллионов долларов. Я думаю, что мы не про такие цифры сейчас говорим. То же самое с изумрудами и синими сафирами. Их добывают много, месторождений много, добыча стабильная. Заканчиваться они не планируют. Например, добычу синих сафиров нашли на Мадагаскаре недавно, крупную. Прям крупные залежи нашли. Если вы придете в любой уважающий себе эльвирный магазин, где продают мне подделки, и скажете, я хочу синий сафир, вам предложат много синих сафиров на выбор. А когда большой спрос, да, как с белыми бриллиантами, зелеными изумрудами, обязательно найдется человек, который по каким-то причинам будет хотеть их продать сейчас дешевле, потому что ему деньги сильно нужны, соответственно, это демпинг, как бы падение цены, все-все остальное. Поэтому это, это вот эти камни, нет, не годятся. Что годится у нас? Рубины, потому что их добывают очень мало и только в одной стране. Если мы говорим про настоящие красные рубины, не про розовые, а из, например, Узбекистана, да, а прям, прям про ювелирные, красные, дорогие, которые голубиная кровь, это только Мозамбик и больше ничего, и добыча там очень маленькая. Это турмалины параиба, которые тоже только в одной стране мира добываются. Это полихромные сафиры с Мадагаскара, потому что их не добывают больше теперь нигде вообще. Это, например, те же самые звездчатые сафиры черные, и вот недавно я показывал ей синие, потому что их не добывают давно уже больше нигде вообще. Это шпинель махенги, потому что их добывают только в одном месте в мире, и добыча очень маленькая, она очень сильно ограничена, то есть их добывают, допустим, там, 3 в месяц, да. Это зеленые гранаты, целориты, тоже самое, добывают в одном месте в мире и очень мало. Это шпинель синяя, это шпинель синяя, которая называется кобальтовая. Это что? Это сафиры под параджа. Ну, я бы сказал, что это на любителя, то есть у меня их спрашивают мало и покупают очень мало. За год я продал запрошу, например, кобальтовых шпинелей я продал несколько сот, да, а сафир под параджа 2-3 я продал. И, в принципе, я думаю, что по моей компании, по моим продажам можно понять даже примерно мировой рынок. И далее идет очень интересный пункт, мой любимый. Это все камни редкого свойства, качества и цвета, да. Вот, например, если гранаты добывают вот в этом месторождении всегда розовые и не больше 5 карат, а тут нашли 20 карат, и он не просто розовый, он полихромный, он там розово-фиолетово-желтоватый. Вот, это инвестиции тоже. То есть, да, турмалин-параиба, конечно же, или рубин, но и все редкое. И мне даже больше нравится, потому что их невозможно оценить, невозможно сравнить их стоимость. То есть, это эксклюзив, это инвестиции, и это все уже оценивается как произведение искусства. То есть, ты можешь, в принципе, продавать их за любые деньги. И перепродавать потом за любые деньги спустя годы, да. И тебе никто не скажет, слушай, а там вот дешевле, с какого хрена твой такой дорогой. Потому что у второго такого нету. И мне это очень нравится, я получаю огромное удовольствие от того, что я нахожу эти камни. И, конечно, мне их продавать приятно, потому что цена, в принципе, от фонаря. То есть, никакой системы оценки и таких камней вообще нету. Вот, это, собственно, про инвестиции. Плюс, конечно же, то есть, все необычное, все, что я перечислил, и, конечно же, цветные бальянты. Имеется в виду не желтый, не коньячный, нет. Имеется в виду розовый, красный, оранжевый, голубый и всякие такие другие. Вот, как бы, это оно. Если я что-то забыл, извините. Потому что тут, на самом деле, пунктов много. Так, сделайте видео про то, как реализовать купленные инвестиционные камни. Уверен, не сделайте. Вот, видите, Максим Бусалов. Уверен, не сделайте, потому что зарабатывать на камнях возможно только таким, как вы, автор. А, Максим, дело в том, что я уже тоже много раз об этом говорил. Я, я же эти камни перепродаю. То есть, как это выглядит. Выглядит, вот, это постоянно происходит каждую неделю, да. То есть, человек покупает у меня камень, проходит несколько лет, он пишет, что, слушай, я хочу продать. Мы его продаем. И он может дальше другой купить, может не покупать. Там, по договоренности, в основном, я хочу брать себе 10% от наценки. Вот, смотрите, человек купил за 10 тысяч долларов камень, прошло, допустим, 5 лет. Этот камень уже стоит 26 тысяч долларов. Мы его продаем за 26, да. Вот с этих нацененных 16 тысяч я хочу себе 10%. Я считаю, это справедливый совершенно процент. Допустим, я куда-то делся, да, там, не знаю, уехал в Уганду и не вернулся, или там, вышел на пенсию. Сел на Харлей и уехал в закат. Таких, как я, полно вообще в любой стране. И в США, и в Англии, и в Германии серьезных ребят, которые занимаются серьезными камнями. У них есть серьезные клиенты, огромное количество. В России игроков тоже немало, и как бы на этом рынке, да. Поэтому вообще никаких проблем совершенно. Можете у меня купить, через другого продать, я не в обиде совершенно. Более того, у меня даже бывает такое, что человек, вот, сегодня утром такое было, да. Человек говорит, я хочу именно вот такой-такой камень. Там, цварит, 10 карат, вот такой цвет определенный. Я вспомнил, кому я продавал такой камень. Ну, а 10 карат цварит, это уникальные камни, их тяжело забыть. Я, по крайней мере, они у меня все в сердце, я их не могу забыть. Я вспомнил, у кого он есть, написал письмо этому человеку, что, слушай, твой камень вырос в цене уже в 5 раз. Если ты хочешь его продать, ответь мне. Ну, вот, жду. Ну, сегодня воскресенье, он, наверное, пока занят не отвечает.